добрый день мои дорогие подписчики гости канала с вами таша мулярова на моем канале жизнь без дублей мы с вами находимся сейчас москве на ленинградском вокзале и едем на сапсане в санкт-петербург кстати поездка на сапсане обошлась не так уж и дорого на мой взгляд три с половиной тысячи стоил билет сидячее место но очень комфортно и посмотрите сами и поезд идет представляете всего четыре часа от москвы до санкт-петербурга так что скоро мы с вами выйдем на московском вокзале в санкт-петербурге и посетим этот чудесный город еду я не просто так а на презентацию моего нового романа игры с небом видео с этой презентации я думаю многие уже видели на канале она вышла днем раньше можно посмотреть перейдя на страничку канала ну а в этом выпуске мы с вами погуляем по городу по атмосферным ресторанчиком по невероятной красоты улочкам проведем время вместе с моей подругой анастасией лимонадовой а в конце этого выпуска я вам очень рекомендую смотреть до самого конца мы вместе с моими подписчицами посидим в чудесном ресторане и выпуск закончится очень душевной песней приглашаю вас со мной в это невероятное увлекательное и красивое атмосферное путешествие по санкт-петербург ну что поднимаемся в номер очень красивый отель так знаете все лаконично и со вкусом подобрано нет никакого перебора то бывает заявит на картинке одно а в жизни оказывается совсем другое номер стоил около 4000 я честно говоря точно просто не помню вот смотрите 7 800 мы за две ночи на одного я тут одна вот давайте посмотрим какой санузел вот все чистое все новое смотрите с вами симпатичная плитка такой знаете приятный аромат тут ну что по-моему все отлично за эти деньги сейчас еще потом вот давайте еще посмотрим 10 потрясающий вид из окна смотрите какие старинные часы или стоят и вид из окна на действующий женский монастырь люшинское подворье это нам так объяснили то можно сходить и посмотрите какой красивый храм такой тихий дворик и здесь буквально пешком несколько метров и будет улица восстания а там чуть-чуть пройти на невский выходишь я специально сняла такой отель чтобы мне до книжного на невском где у меня будет встреча с читателями с вами было спокойным шагом дойти недолго пешком в общем сейчас здесь расположусь передохну и пойдем с гулять по городом возьмем вас с собой здесь такой стиль вот сейчас потом выйдем на улицу покажу до шага улица восстания и потом можно донецка дайте можно пригласить свой замечательный телеграм-канал у меня есть кто меня снимает обычно я все сама сама но номер правда замечательно сейчас с вами пойдем гулять вот так что сейчас пойдем с насти гулять а у вас берем строку вот как раз в подворье можно зайти с той стороны но я думаю что сейчас уже вечер гостин часок уже наверное закрыто там ну может быть завтра с утра сходим у нас это влог прогулка подружек по Санкт-Петербургу да я боюсь что вы знаете музейного Санкт-Петербурга от нас не ждите ну вы знаете цель с которой я вообще сюда приехала да и в связи с этим так как сейчас вечер мероприятие у меня завтра встречи с читателями ну как бы я решила что не нужно делать все и сразу нужно все-таки больше отдохнуть а потом на самом деле мне так нравится Санкт-Петербург я вот уже Настя сказала я готова здесь просто ходить у меня эстетический экстаз от всего что я вижу вокруг и мне уже не надо никаких музеев ну и потом если ездить по музеям то нужно больше времени себе оставлять поэтому мы будем просто гулять с вами и смотреть на красивую архитектуру какие-нибудь кафешки улочки и вообще все что нам будет здесь попадаться значит мы с вами вышли на улицу восстания и идем в сторону набережной насколько я понимаю опять же не ждите от меня каких-то больших познаний об архитектуре и улицах Санкт-Петербурга это будет выпуск восторженной москвички которая очень любит Санкт-Петербург вот бывает и такое понимаете мне здесь просто нравится все и мне кстати Санкт-Петербург чем-то сильно напоминает Барселону а Барселона вообще считаю там было тоже несколько раз прям вообще своим городом вот он мне очень откликается посмотрите сейчас какое солнце вечернее потрясающее которое освещает город и у нас с вами есть уникальная возможность вот так погулять какие кадры да мы еще будем по ходу болтать вот Настя сейчас говорит что наверное просто я очень привыкла к красоте Москвы Москва очень красиво нашим таким повторимым русским духом прям Москве Русью пахнет да а здесь царством вот империи российской вот тогда немножечко другое здесь такой старинный старой Европы наверное а с другой стороны знаете возникает какой-то внутренний восторг что все-таки это все Россия Европа и берет прям гордость за свою страну за этот город мы такие идем знаете из серии куда глаза глядят не знаю насколько вам с нами интересно но мы видите мы за солнцем за солнцем все идем а потом знаете здесь столько всего колоритного ну вот например а тут же смотрите какое чудесное крылечко над ним такой вот не знаю как это правильно называется но очень красиво так мы дошли для следующего перекрестка но согласитесь вот что не здание то восторг понимаете ну в общем это такой выпуск мы просто смотрим любуемся я прямо на этаже музыку сюда наложу и будем с вами бродить по Санкт-Петербургу смотрите мы тут можем подсмотреть в кофейню через окно какие тут питерские сладости меня кстати Настя везет в ресторан я не знаю что это ресторан кафе с потрясающим названием счастье вот ей там очень нравится она говорит что там потрясающая сервировка очень интересное авторское меню вообще какие-то конфеты невероятные я видела у нее в сторис конфеты режутся такой штукой типа печати мы обязательно возьмем конфеты я вам сегодня это покажу в общем вы знаете у меня отпуск я вырвалась из ремонта ради этого тоже стоило написать книгу потому что что меня сюда привело то что я написала книгу вторую это я знаете о чем что когда ты я вот не устаю это повторять что когда ты что-то делаешь да это твое действие меняет все вокруг тебя в твою жизнь приходят новые люди появляются новые какие-то события эти люди подтягивают других людей свою энергетику свои мысли свои чувства и все у тебя меняется стоит тебе просто хоть что-нибудь сделать и книга и сегодняшний санкт-петербург значение книга мой роман игры с небом это про это в общем я здесь бляю такая довольная и спасибо что вы гуляетесь сегодня со мной что ты ищешь мы с тобой сейчас поедет пойдем к исаакиевскому собору и там есть потрясающий ресторан он называется счастье его прямо это куда-то меня как раз таки вот отсюда вот здесь счастье этом вид на вас собор хорошо вперед но вас вполне возможно что нам стал бы нужно будет час метро ну хорошо пойдем метро в результате вызвали такси потому что решили что не поедем на метро будет быстрее нам на такси я здесь увидела открытый двор решила я люблю по дворам походить посмотреть на дворике санкт-петербург пойдемте ведь не такая арка и внутри должен быть как колодец обустройство здесь такой достаточно большой двор тихие смотрите замущено все ну так колоритно эти все в москве корпуса всегда санкт-петербурге и литер 55 литер б симпатичный такой двор ой смотрите какая волга стоит старая в хорошем таком состоянии классно да да очень приятный двор такой перетекает одного дома в другом мне повезло с настей потому что настя в каком-то приложении все для нас ищет классе смотрите какая красивого сливочного цвета она даже участвовала в каком-то восьмом санкт-петербургском параде ретро транспорта тут написано я вообще кажется что санкт-петербург это город увлеченных людей и хотя я хорошо знаю москву и как раз по москве вам провожу такие свои мини и экскурсии как местный житель коренной то по санкт-петербургу я таких экскурсий проводить не могу у меня один восторг только я не знаю сколько это интересно смотреть но хочу сказать что как гость этого города но кстати ворота закрылись еще как я выйду отсюда вот вижу что здесь действительно очень много интересных таких авторских мест и кафешек и магазинчиков всяких все настя я осталась тут когда наверно она что-то открывает это кнопка ура я вышла я вышла на свободу сейчас ты меня приглашаешь да и тут ну ладно я воспользуюсь здравствуйте касакевского счастья в ресторан счастья когда с тобой на дальнем расстоянии нам снятся одинаковые сны судьбы моей короткое дыхание сливается с дыханием весны и кажется воздушный шар от и нам с тобой лететь 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 а как на самом деле там окажется конечно никому не разглядеть угадать не дано никому наперёд может быть как кино все и произойдет ну как вам поездка понравилось по моему мы очень красиво прокатились хорошо что мы не пошли в метро потому что на такси мы увидели предвечерний Санкт-Петербург теперь нас ждет вечерний в общем мы приехали куда и планировали это ресторан счастья Настя побежала вперед потому что переживает что там сейчас будет все закрыто ну в смысле забронировано тут нас смотрите ждет карета как будто это нас ожидают здесь Исаакиевский с подсветкой красота какая вот ну я продолжаю восхищаться это влог восхищенной женщины видите не одна я восхищаюсь все что-то фотографируют потому что невозможно не фотографировать и не восхищаться вот и я просто счастлива а счастливых как раз и пускают и ждут в ресторане счастья я счастлива что у меня есть возможность с вами делиться всем этим восторгом это потрясающее ощущение ладно пойду на ту сторону переходить может быть там Настя да сейчас как раз светофор переключится слышите как интересно называется модный дом кроки У меня когда была рекламная фирма, я же рекламной полиграфией занималась, у нас изначально название было Кроки. Кроки это по белорусской шаги, а также еще какие-то геодезические карты называют Кроки. И потом мы не смогли его запатентовать, нам пришлось Ки выбросить, а осталось у меня была рекламная фирма, называлась Кро. Представляете, идут сейчас Кроки. Какие все-таки совпадения удивительные бывают в жизни, правда? Ну что, заходим. Ну что, нас ждут? Место есть? Да. Синоптики с погодой ошибаются, а что ж там о жизни говорить? Ну вы посмотрите, какой вид тут в этом ресторане. Очень красиво. Ресторан называется «Счастье». Куда мы могли еще пойти? Конечно, в ресторан с таким названием. Очень атмосферное место. Смотрите, вам ничего это не напоминает? Такие же крылышки, как на моем романе «Игры с небом». Мои дорогие, нам принесли еду. Вот. Поскольку заказывала Настя, я положилась на ее выбор. Ну и так как Настя по совместительству, мой нутрициолог, кроме того, что она моя подруга, она мой нутрициолог, это вообще тот человек, который спас и сделал из меня того, кем я сейчас являюсь. Поэтому она сейчас нам расскажет, что здесь такое. Во-первых, я просто нашла, вернее вернула первоначальный облик. Они не создала то, что сейчас есть. Ну ладно, ладно. Все поняли, да. Хорошо. Расскажи, что у нас там. Это большой салат. После такого зеленого салата можно есть все, что угодно. Потому что это клетчатка и пищевые волокна. Оно не даст быстро сахарам распадаться на сахара, то есть любым углеводам. Но это не означает, что вы должны есть все подряд. Нет. Но такая порция огромного салата. Здесь у нас листья, айсберг, огурцы, авокадо. Потрясающе. Заправочка какая-то, да? На кокосовом молоке заправка. Свекла сырая. Семена. Там есть немного орехов. И очень много раз на селени. Ну, короче, нам приятного аппетита. И второе блюдо нам тут тоже по выбору Насти. Это хумус с помидорами, я так вижу. Это лечо. А, это лечо, это перцы. Вот, смотрите, какие. И вот такой хумус. Нася, хумус-то можно, да? Нормально все? Да. Вот, видите, она мной тут руководит. Салат очень вкусный, мне очень нравится. Здесь так атмосферно, хорошо. Мы прекрасно сидим. А, смотри, где? Там купила чудесное дерево. Да. Вы такие довольные? И здесь, конечно, очень атмосферное место. И такой вид потрясающий. Несмотря на то, что достаточно шумно. Я, кстати, не очень люблю шумные кафе. Вы знаете, здесь как-то все органично. И вот эти вот крылышки на лампах, мне кажется, что это тоже очень символично. Узнаете это, да? Так. Так что завтра жду своих читателей. Наш вечер продолжается. Мы заказали очень интересный десерт. Помните, что я с нутрицологом, да? Она, правда, сказала, что она сегодня снимает с себя эти обязанности. Не только с себя, а вообще со всех. И, в общем, заказала нам конфеты. Здесь нутрицолога нет. Да, вот смотрите, какие интересные. Я не просто так вам их показываю. Ну, во-первых, они называются «Счастье». Это фирменные конфеты-заведения. Они по 50 грамм. Видите, приличного такого размера. Частичный состав у них. Да, здесь, значит, что базилик, да? Базилик и фисташка. Сочетание вкусов реально авторские. То есть, в таком магазине ты не найдешь. Ага. А здесь лаванда. С чем-то, да? Лаванда и грецкий орех, по-моему. Ага. С именачья. Но самое интересное, смотрите, здесь дают такую штуку. Это как печать, да, их строка есть? Автоматическая такая печать. Там нож. Печать. А там, вот, смотрите, нож. Чтобы резать эти конфеты и поделиться с другом. Вот, смотрите, сейчас мы все это проделаем. Так, распаковываем фисташку. Интересно, как там будет выглядеть начинка. Ой, она тяжелая. Такая прям массивная. Все мы доставим. Здесь, смотрите, такая, видите, деревянная досочка. Она не мрамор какой-то. Она не мрамор. Все это такое, эстетика места вообще. Так, замечать, давай, вот, с такой счастьем. Опа. Ну-ка, давай, смотри, что там за начиночка. Выглядит вот так. С орешками, что ли, сейчас какие-то, да? Да, там есть немножко крошки грецкого ореха, базилика. Ну, видимо, какая-то помадка фирменная сама еще. Такое интересное сочетание базилика и мяты. Такой приятный малыш. Шоколад. Сместящие орешки. Просто замечательно. В общем, вечер удался. Здравствуйте. Но все же, если честно, очень хочется, Чтоб нам с тобой случайно повезло. И несмотря на разные пророчества, Прошло бы стороной любое зло. И чтобы наша жизнь текла размеренно, И оба мы спешили быть домой. Время, то, что небо мне отмерено, Прошло бы исключительно с тобой. Угадать не дано никому наперед. Смотрите, как мило. Нам принесли счет, И на нем написано Любви и тепла. А мы отправляемся гулять дальше. Ура! У меня сестра домой загоняет. Нутрицолог с тобой, не бойся. Раз, два. Таша муляр на коне. Почему? Давай по-разному. А можно от коняшки, чтобы она как-то немножко туда смотрела, Вот ту сторону. Куда? Да, все, все, все. Наоборот, немножко туда головой. Чуть-чуть. Да, да, вот, вот. Чтобы ее повернуть немного. Вот, супер вообще. Просто. Это вообще будет. Думаю, хорошее. Так, сейчас, секунду. Морчик, кушили. А, натипульс. Давай. А, то, вот, вот. Давай. Стоп. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, на лошади. Морковь. Морковь. Да. Ну, на 1000 рублей купите ей морковочку. Пойдите, что купил. Я вам сейчас дам морковочку, и вы дайте ей еще. Наташа, сними, 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 сними. Да. А что, после ресторана и фотосессии, слушайте? Мы пошли в прогуля. На самом деле, фотосессия была затеяна, честно вам скажу, для двух моментов. Ну, во-первых, все-таки мы блогеры, креативщицы, нам нужна была обложка. Обложка выпуска, понимаете? Если бы я вам на обложке просто на фоне Исякипска сняла, это было бы неинтересно смотреться, ну, согласитесь. А на лошади, все-таки, знаете, как-то это, ну, как-то это, так сказать, ну, в общем, пампезно, да. Ну, ладно, пусть будет импатажно, да. Ну, это как-то впечатляюще, да. Не забывай. А во-вторых, нам было жалко лошадь. Мы спросили, сколько стоит с ней сфотографироваться, нам сказали 200 рублей. Мы дали в пять раз больше, попросили получше покормить лошадь. В общем, можно сказать, что это был акт добра к лошади. Вот, сейчас идем гуляем дальше. Да, красота. Идем на Синий мост. Вот, смотрите, какая. Впереди бы памятник от Балая первого. Да, очень красиво. Еще один у нас прогулочный день завтра с утра. Потому что встреча с читателями, она у нас состоится в 6 часов вечера. А ну вот. Ну, в общем, короче, завтра мы еще планируем гулять днем. Не знаю, буду ли я в состоянии снимать, но вот пока снимаю, что есть. Но мне кажется, уже красиво и интересно. И очень колоритно тут, конечно. Вот мы с вами у памятника Николаю Первому. Посмотрите, какой потрясающий памятник по работе. Тут и бронзовые барельефы, и мрамор. Насколько все это величественно, да. Какие красивые фонарные столбы, решетка. Это же все само по себе. Каждый элемент произведения искусства, понимаете? И это просто на улицах города в нашей родной стране. Вы понимаете? Нигде-то там. По-борже. Да. И тут вот, видите, по-борже. Потрясающе. И нам так повезло с погодой. Я не знаю, что будет завтра. Говорят, завтра дождь обещают. Но сейчас на улице вот прям комфортно даже без шапки. Хотя у меня есть с собой шапка. Вот. Комфортно просто гулять, дышать. Уже достаточно пустынно на улицах. И, знаете, прямо такое настроение какого-то полета и парения. Очень красиво. Очень. Обязательно приезжайте в Питер. Выберите время. Когда с тобой на дальнем расстоянии Нам снятся одинаковые сны Судьбы моей короткое дыхание Сливается с дыханием весны Пойдем, зайдем, посмотрим, есть ли здесь мои книги. Конечно. Мы привлечаемся в доме книги, в котором в доме Зингера находятся. А это мы часто в буквоет зашли. Самое интересное, представляется, мы работаем до 11 часов. Так, нам нужна российская проза. Это вот зарубежная проза. Ага, вот, российская проза. Ищем. Ищем. Вот же. Ищем. Ой, а я сразу не увидела. Вот есть, представляете, обе книжки есть. И игры с небом, и любой без дубли. Ура! Вообще, конечно, это, я могу сказать, удивительное ощущение, когда ты идешь по Невскому, заходишь в книжный магазин, первый попавшийся к тебе, и видишь в своей книге. И хочу сказать, что сказать вам. Большое спасибо вам, мои дорогие зрители и читатели, за ваши отзывы о романе. Потому что они потрясающие. И они мне, как автору, который, ну, не просто это написал, да, я вложила в эту душу свои мысли, какие-то прожитые моменты моей жизни, и читая ваши отзывы, я вижу, как вы трансформировали мою мысль, и каждый увидел что-то свое в романе. Вот. Спасибо вам огромное. Ничего, мои хорошие. Ну что, наступило утро. Вы представляете, так тепло в номере, что я даже ночью вставала и открыла окна. А какой вид из окна? Просто что-то невероятное, это какое-то наслаждение, это просто подарок. Я когда заказывала отель, я даже не предполагала, что будет вот такой вид. А день? Посмотрите, вчера было солнце, сегодня. Кто говорит, что Питер пасмурный город? Я когда приезжаю, каждый раз вот такая чудесная погода. Ой, я вот уже встала, сейчас 10 часов утра, уже написала публикацию с моими впечатлениями, опубликовала везде у себя в соцсетях. Сейчас жду Настю. Вот. Настя сегодня заселяется в этот же отель, потом пойдем завтракать и потом вернемся в номер, и я буду собираться на встречу с читателями. Вчера мы гуляли на часу ночи, долго не могли заказать такси и пришлось возвращаться пешком. Не знаю, мы подумали, может быть, мосты развели, но мы не знаем. Ну, в общем, Яндекс.Такси не приезжала. А еще я купила картину, вот она стоит. Вчера мы пока гуляли, шли по Невскому, и я купила картину. Сейчас я вам ее покажу. Ну, а сейчас все-таки хочу показать этот вид картину из окна. Вот, пожалуйста, еще одна картина, согласитесь? Вообще невероятная. Очень. Знаете, какой-то рождающий в душе приятные воспоминания. Откликающийся в сердце, такой вот вид из окна. Солнышко видится, светит потихонечку. Птички поют. И вообще такое впечатление, что ты не в большом городе, где-то близко к центру, а находишься в каком-то маленьком европейском городочке, да? Хотя на самом деле находишься в прекрасном, огромном российском городе. Вот, сейчас покажу вам картину. Это питерский художник Игнатьев. Ну, к сожалению, никаких подробностей я о нем не знаю. Вчера пыталась найти в интернете. Они отец и сын. Ну, мне несколько Игнатьев попало из питерских. Не знаю, какой это из них. Но картина меня очень привлекла. Это хвост и масло. И вот она, видите, я не знаю, то ли ее специально такое сделали, как состаренной. Видите, какая? Вот она меня вот этой своей состаренностью, собственно, и привлекла. В общем, очень мне понравилась. Вот такая картина. Это храм Спаса на Крови. Мне очень нравится это место. И как раз, кстати, книжный Зингера, в доме Зингера, где будет сегодня встреча с читателями, он прям рядом находится. Вот. Вот такое волшебство уже с утра. Я как раз вот поделилась своими мыслями и впечатлениями у себя в телеграм-канале. Сегодня я опубликовала фотографии, которые я сделала со вчерашней прогулки. И, знаете, вот хочу сказать, что у меня действительно стало Петербургом особенное отношение. Я была здесь очень много раз. Первый раз я была, когда мне было 15 лет. Мы с классом, двумя классами, девятыми, приезжали на летние каникулы. И с нашими учителями. И у меня тогда было состояние первой влюблённости. Мы жили в здании школы. Ну, по обмену школами ездили они к нам в Москву, мы к ним в Санкт-Петербург. Спали на спортивных матах в спортивном зале. Вот. Наши учителя были очень увлечённые, такие, знаете, оригинальные личности, которые подходили к нашим экскурсиям вот от всей души, нестандартно. И мы не просто ездили и в Петербург, и в Эрмитаж ходили, и по набережным тут гуляли. Они нам разрешали гулять ночами. Мы напитывались. Это в июне было белыми ночами, вот, общением друг с другом. И вот это вот ощущение о Санкт-Петербурге, от которой в 15 лет упало на раненую любовью душу, оно осталось со мной навсегда. И это бесценные, конечно, воспоминания. И много раз я потом приезжала в Санкт-Петербург, и каждый раз я была другой. И город меня встречал совсем по-другому. И было это когда-то в минуты печали, и город словно укутывал меня своей любовью, плакал вместе со мной серыми дождями. Было это и в моменты, наоборот, радости. И тогда он встречал меня вот такими солнечными днями, как сегодня. И вообще мне кажется, что мое внутреннее состояние всегда совпадает с погодой в этом городе. И, как я говорю, у меня особое отношение к Санкт-Петербургу. И хотя я москвичка, я очень люблю этот город. Для меня каждая поездка сюда — это невероятный праздник. Поэтому я просто счастлива, что благодаря моему роману и его презентации у меня появилась вот возможность приехать сюда вообще в ином качестве. еще раз посетить этот город, узнать его опять заново. Мы вчера с подругой гуляли 6 часов, да, и вы вместе с нами в этом видео. Такое впечатление, что прошла неделя. У нас за эти 6 часов столько потрясающих эмоций, впечатлений. И мне кажется, что когда ты куда-то едешь путешествовать, в данном случае не просто путешествовать, а еще и по работе, получается, да, вот, то от твоего настроя на эту поездку, да, зависит, как тебя встретят город, как тебя встретят люди. Можно же смотреть, но не видеть. Поэтому в путешествиях всегда очень важно подмечать детали. фотографировать не столько себя, сколько то, что ты встречаешь. У меня из каждой моей поездки в Санкт-Петербург очень колоритные фотографии. Я люблю снимать двери, фотографировать окна, вот кованые решетки, какие-то старинные элементы на домах, какие-то архитектурные изыски. Ну, в общем, очень красиво получаются фотографии. И действительно, здесь невероятное количество атмосферных мест. У меня, знаете, видео получается, как пропаганда экскурсий в Санкт-Петербург. Вот. Но действительно, если вы ни разу тут не были, выберите время и обязательно посетите. А если вы были, то тем более приезжайте, потому что вы увидите заново свой другой Санкт-Петербург. Ну, ладно, я буду собираться. За мной сейчас зайдет Настя, и мы пойдем завтракать. Свобода, конечно, невероятная. Ну, мы вышли с Настей гулять, пошли завтракать. Прошли буквально чуть-чуть от отеля, полюбовались в очередной раз красотой города. Это улица Восстания. И вот здесь увидели такое атмосферное кафе. Оно привлекло меня уже со стороны. Называется Буше. Буше есть настоящее. Давайте зайдем, покажу вам. Во-первых, здесь своя пекарня. Посмотрите, какой красивый хлеб. Прям видно такие хрустящие хлеба, пагеты. Плюс они нам и недоступны. В плане, что мы не едим хлеб ни я, ни Настя. Но все равно приятно на них посмотреть. Дальше витрина, увидев, в которой я немножко расстроилась, потому что думала, что это кондитерская, и мне будет здесь нечего есть. Но это оказалось совсем не так. Здесь, конечно, очень привлекательное меню. Так все красиво. Такие аппетитные сэндвичи. Вот смотрите, сумсун какой. Вот реально вам показываю цены. Я думаю, что Буше, это, наверное, сеть. Тут, конечно, коренные меня поправят. Но мне кажется, что это сеть. Вот здесь есть такие чудесные эклеры. Вообще пирожных очень много. Но это все мы сейчас не будем. Наш завтрак. Вот здесь, смотрите, есть такие карточки. Как карточки меню тоже. Здесь описано, из чего состоит то или иное. Это блюдо. Очень креативно сделано. Можно заказывать кондитерские изделия. И вот здесь есть, видите, вот там наверху меню. И супы, и каши. Очень быстро обслуживают. Есть костное меню. И сейчас покажу, что мы заказали. Очень атмосферное место. Красивый интерьер. Вот здесь стендапсус висит. Как раз, который я хочу себе вырастить у себя на часточке. Видите? А вот здесь вот сидит Настя уже работает. Пока я снимаю. Сюда, видите, пускают с собачками. Мы могли бы с саду зайти. Такие посетители тут пушистые. И вот это мой завтрак. Насте еще не принесли. У меня омлет. Спасибо. И Насте как раз принесли. Так что все. Салат руколос печенными овощами. Я просто кушала сегодня плотно уже. У меня пасяная каша на кокосовом молоке. И еще один салат. Вот такой с худимым сыром. Соусом песто. И тоже зеленьем. И зеленый чай. Всем приятного аппетита. Мы продолжаем готовиться к вечеру. Вообще зашли в магазин, чтобы купить маски. Настя, покажи, какие мы купили маски. Так, мы купили. Для того, чтобы сделать себе сияющие лица. Да. Нам тут посоветовали вот такие корейские маски. Анти-эйдж. Сейчас придем в номера и делаем себе такие маски. Ну, а походу я решила посмотреть... Что, не по 300 рублей где-то, да? 400 почти. Да, в общем, сделаем себе такой отельный уход. Вот. Кроме этого, я пошла посмотреть и выбрала вот мужу такой аромат в подарок. Привезу 50 миллилитров и за 6 тысяч. Это израильский бренд. Я с ним, в принципе, знакома. Мне дети мои дарили на Новый год. И себе выбрала Грэппрут. И вот еще. Да, вот мне здесь подсказали. Грэппрут и роза пачули. Ну, в общем, очень приятные ароматы. Очень нам понравились. И мне, и Насте. В общем, вот такой подарок из Питера. Я нам с мужем привезу на память. Вот они по 50 миллилитров. Видите, в такой тубе. Отлично. В общем, я с приобретением. Прям такие хорошие эти пузыречки, как аптечные. А скажите пару слов вообще о бренде. Израильский, Жан? Да, это бренд израильский. Я не знаю, можно нам на камеру говорить. Вот мне тут любезно подсказали, как я уже вам сказала, что это израильский бренд. И у его владельца по матери Зелинский, а по отцу роза. И были они аптекарями. И вот он потом стал развивать их дело и создал такой бренд. Здесь используются все натуральные ингредиенты. И теперь мы будем этим пользоваться. Я знаю, что из вас много приверженцев этого бренда, потому что изначально мне в комментариях тоже, после того, как я посещала какой-то из магазинов парфюмерных, рассказали про этот бренд. Мы всегда добавляем себе мягкости женственности, аромат роза. Ну и даже мужчина, если он захочет себе добавить мягкости в свой характер и в свой молодой, то он может инвестируй с ней. Дорогие мои, мы опять едим, не поверите. Мы после прогулки по магазину и городу пришли в очередной ресторан. Я же сказала, что это будет Питер гастрономический, а не музейный. Да, это стихика это. Это здесь стирический уже смешок. Потому что столько есть невозможно. Вот, смотрите, какие интересные блюда нам тут принесли. Кокосово-молоки соус. Да, это вот как раз брокколи, печеный соус на кокосовом молоке. А это хумус из зеленого горошка. Да, и хумус представляется из зеленого горошка. В общем, какие-то волшебные совершенно блюда тут у нас. Вот так. Ну, мне тоже нравится интерьер. Очень симпатичный стол, за которым мы сидим. Вообще само место атмосферное. Фикус на окне. Узнаете практически как у меня в кухне. Кто говорит, что фикус мой не актуален в современной жизни, вот посмотрите. А еще хочу показать. Я, помнится, недавно купила медный чайник. И вот здесь есть подобный. Он не схожий в интерьере. Видите, здесь такие полки. И на них вот такой чайник. Но это явно новодел. А у меня чайник антикварный. Я его купила в антикварной лавке у нас в Александрове. Но у нас афакт тоже, да, использование вот таких старинных предметов в интерьере. Тоже видите, плитающие растения. Все эти ретро-лампы. В общем, еще одно атмосферное местечко Санкт-Петербурга. До выезда на встречу осталось час пятнадцать. Вот сейчас я сделаю себе эту модную маску, которую мы приобрели. И поставлю таймер на пятнадцать минут. Полежу с этой маской. Что-то я сейчас задумалась, как это правильно. Наверное, вот так. Приятный у нее, знаете, такой запах? Прохладка такая у меня. Она тонизирующая, питающая, увлажняющая. Корейский какой-то бренд. Я таким еще никогда не пользовалась. Мне, вот, Настя, это советовала. Видите, так вот это разъединяется. Здесь у нее гладкая поверхность, а здесь у нее вот этот состав какой-то нанесен. Но, честно говоря, мне вот такие маски нравятся больше, чем тканые. И больше, чем всякие оригинальные. Оригинальные я вообще не могу. Не знаю, как вы. Ну, в общем, вот такая красота. Сейчас поставлю себе танкер. 15 минут полезу с закрытыми глазами. И потом сделаю себе, напомню, голову, сделаю макияж, укладку. И потом будем уже направляться в сторону книжного магазина. Все, маску снимаю. Прошло 15 минут. Я даже чуть задремала. Вот. Ну, кожа такая приятная. Сейчас я приму душ. И потом, знаете, остатки вот так вот нанесу себе на шею. На зону дикольте. Ну, как бы использую все то есть, то хорошее, которое осталось в маске. Очень приятная. Мне кажется, такое прямо здесь еще с освещением, конечно, трудно понять. Но мне кажется, что прям, знаете, вот внутреннее ощущение посвежевшей кожи есть. Еще раз вам покажу. Это корейского бренда маска. Маска в золотом яблоке мы купили. Нам там консультант из разных вариантов вот предложила вот эту. И для возрастной кожи 40+. Мне, честно говоря, ни о чем этот бренд не говорит. Я не часто делаю подобные маски. Ну, может, кто-то из вас пользуется. Блев макияжа в момент, когда уже наносишь тушь. Когда уже есть тени, подводка. Когда я взял контуринг, висел тональный крем, контурец он засиял. Я стала использовать чуть красноватые тени. Вы знаете, они очень хорошо выделяют зеленые глаза. В общем, еще осталось губы и одеться. Уже серьги надела. И какой-то уже прям воодушевленный, отдохнувший вид. Уже, видите, прическа есть. Знаете, я так довольна короткой стрижкой. И не хочу больше отращивать волосы. И действительно, думаю, почему я раньше так не сделала. Потому что боялась, что не справлюсь с ней. А сейчас, знаете, очень довольна. Всегда вид аккуратный, приличный. И даже вот с утра, в сегодняшнем видео, когда я проснулась и ходила сейчас по городу с утра, у меня, так скажем, была прическа вчерашней давности, без укладки. Без всего я все равно, в общем, был нормальный сквозитец. Остались губы. Чуть помады. Я думаю, я морякей. Очень красивый цвет. Такое, видите. Кстати, к ногтям подходит, правда? И что еще? Правильно. Любимое кольцо. Это, кстати, у меня помолвочное кольцо. У него муж под заказ делал цитрин в серебре на помолвку. Ой! Это не помолвочное кольцо. Я уже совсем ку-ку. Это венчальное кольцо. На венчание. У меня делал муж это кольцо. Помолвочное у меня другое. Вот. Ну, сейчас смотрите, как от освещения зависит. Да, вид? Вот я выхожу на дневной свет. И совсем уже по-другому выгляжу. Правда? В общем, я довольна и макияжем. Все. Ну все, осталось платье. Вперед. Ну все, мои дорогие. Я собралась. Скоро с Настей взываем такси. И едем. Я, видите, сегодня решила пойти на нашу с вами встречу в платье от Богданова, в котором была на презентации первой книги в Москве. Ну, не знаю, как-то, знаете, все-таки вещи выбираешь по настроению в каком-то внутреннем состоянии. Вчера, когда дома собирала чемодан, ну, сумку, почему-то у меня именно это платье захотелось. Хотя, изначально я хотела фиалковый комплект взять. Помните, я новую? Купила юбку, такую блузку и кофту-сетку. Вот. Но потом почему-то подумала, что еще все-таки прохладно. Вот. Те же серьги одели. Одела в стиле стимпанк. Они как раз сочетаются с узором на платье. В самой себе сделала прическу и макияж. В общем, вперед. Ну, я уже приехала к нам к Митле. Здесь уже полный зал наших, в который все пришли пораньше. За что огромное спасибо. Это же мне неудобно. А с вами я в этом блоге хочу попрощаться. И предложить вам посмотреть выпуск про нашу встречу, который уже вышел на канале. И написать свои отзывы, комментарии. Всегда вам рада. До новых встреч. Пусть мечты сбываются. Что ж, муля. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это девочки заказали покушать. Понимаете? А покушали. Оголодали. Метр пиццы. Метр пиццы. Санкт-Петербург удивляет. Метр пиццы. И такая легкая зелень. Посмотрите на тарелку нутрецола. Я ем сахар, пью коль. Её сущность. О, Ира. Кайф, да? Кайф вообще. Да. Приятного всем аппетита. Полгода. Я уж не маленький, ах, мама, маменька, мне много лет. Ах, мама, маменька, я уж не маленький, ах, мама, маменька, мне много лет. Волшебная вершине вечера. Когда с тобой на длинном расстоянии Нам снятся одинаковые сны Судьбы моей короткое дыхание Сливается с дыханием весны И кажется, воздушный шар отвяжется И нам с тобой лететь, лететь, лететь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова